итак мы продолжаем с вами создавать наш первый сайт и теперь нам нужно установить программное обеспечение на хостинг этим программным обеспечением является система управления сайтами joomla на которой мы собственно и будем с вами работать что для этого нужно сделать во первых движок можно установить несколькими способами на 1 но перену на вскидку я могу сказать о трех первый это более профессиональный способ более я бы сказал правильный нужно зайти на сайт разработчика jumla.org если мы с вами сейчас ведем домен то мы попадем с вами на официальный сайт joomla здесь в разделе download вот оранжевая кнопка либо вот здесь download joomla мы с вами попадаем на страницу загрузки где мы можем с вами скачать последнюю версию после этого мы архив должны будем с вами загрузить на хостинг распаковать его и установить через строку браузеров так будет правильно но это я буду рассматривать в дальнейшем в курсе сейчас мы сделаем установку движка средствами самого хостинг так как он предоставляет такую возможность здесь есть в панели управления хостингом такой раздел как cms установка систем управления мы перейдем него и увидим что здесь большое количество различных систем как платных так и бесплатных и здесь есть вот joomla то что нас интересует мы нажимаем на нее и нам предлагают этот вариант установки правда здесь указано устанавливается версия 3.9.3 на данный момент уже версии из 3.9.6 но пока установим то что есть а дальше обновимся здесь мы значение оставляем по умолчанию домен по умолчанию потому что у нас единственный технический а если у вас будут какие-то но уже домена существующие подключены вы сможете здесь вот на списке выбирать их здесь будет много данные для управления сайтом давайте напишем описание сайта сайт для бесплатного мастер-класса мастер-класса оставим пока вот такое название потом если что поменяем домен я злой логин я сделаю свой и пароль администратора можно будет сейчас сгенерировать нажимаем на волшебную палочку вот пароль сгенерировался email у нас подставился автоматически сейчас нам нужно указать еще расширенные настройки для базы данных имя и пользователь базы данных здесь мы просто напишем какое-то слово так как вот вот этот префикс 1 он по умолчанию идет как логин от хостинга так имя пользователя имя и пользователя базы данных мы указали пароль для базы данных мы тоже сгенерируем таким образом мы с вами все данные прописали и нажимаем установить цена сейчас устанавливается процесс будет занимать некоторое время поэтому я пока нажимаю на паузу и вернусь к вам ближайшее время прошло менее минуты и сайт у нас с вами установился если перейти по нашему тестовому домину техническому точнее то мы с вами увидим наш сайт для того чтобы это сделать если вы не запомнили название вашего домина то вот в разделе домины и под домины он у вас здесь будет просто нажимаете на ссылку и у вас открывается сайт здесь установлен стандартный шаблон джумла по умолчанию и теперь нам нужно с вами попасть в админку для этого строке адреса нам нужно с вами после нашего домина поставить слэш наклонную черту и написать слово администратор администратор после этого у нас открывается страница с авторизации в админке здесь мы с вами должны указать наш с вами домин логин который мы указывали при регистрации при установке системы управления и пароль все эти данные у нас с вами будут храниться вот здесь вот в разделе cms вот здесь у нас сайт куда было установлено и указано какая система была и здесь у нас получается буковка ай информация и здесь все наши сами данные вот логин и пароль просто копируем пароль и указываем его здесь нажимаем войти все мы с вами попали в админку нашего сайта сразу же сделаем обновление до последней версии сейчас версия 3.9.6 текущая версия указывается вот здесь внизу 3.9.3 давайте обновим нашу систему нажимаем установить обновление все наша система сами обновлено сразу же здесь согласимся вот с этим вот предложением что джумла просит ваше разрешение чтобы собирать некоторые основные статистические данные это не принципиально так сейчас нам нужно сами установить дополнительное программное обеспечение в виде визуального редактора для этого нам нужно сами перейти в верхнем меню в расширение менеджер расширение установка визуальный редактор он служит для того чтобы мы с вами могли прописывать текст оформлять его каким-то образом жирный ставить размер текста и формировать страницу для этого что нам нужно сделать здесь по умолчанию присутствует три варианта установки это загрузить файл пакета то есть мы нажимаем и выбираем с компьютера архив установить из каталога то есть мы с вами должны загрузить архив в каталог на хостинге и оттуда нажать установить и установить по ссылке я обычно пользуюсь только в основном загрузить файл пакета либо если мне нужен какой-то бесплатную версию я устанавливаю ее из магазина расширение джумла но этой вкладке по умолчанию нет в движке она добавляется вот путем нажатия вот на эту кнопку нажимаем добавить закладку и нас сейчас появится здесь четвертая вкладка сама первая установить из джет видите тут появился каталог всех расширений джумла какие только есть и порядка 7000 чуть больше и вот здесь строка поиска нам нужно с вами написать по-английски джесси после того как мы написали нажимаем на лупу я он нам находит самым первым вот наш визуальный редактор джесси выбираем и здесь нажимаем установить стал после того как установка пройдет нам достаточно с вами будет только назначить этот редактор редактором умолчанию для этого мы в разделе меню в системе переходим в общей настройки и здесь редактор по умолчанию вот в первой вкладке сайт редактор по умолчанию вместо тени м сей мы ставим эдитр джесси после этого мы нажимаем сохранить все наш с вами редактор установлен после этого мы должны с вами установить шаблон и еще дополнительно программе программное обеспечение в виде конструктора страниц но это мы уже с вами будем делать в следующем видео